Так, мы начинаем очередное заседание семинаров. Начали сегодняшнюю тему методы математической демократии. Юрий Николаевич, я одноклассник, надземерный преподаватель нашей кафедры высшей математики и сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша. Ну, все знают, что Институт прикладной математики имени Келдыша это одна из, наверное, наиболее активных наших факторов. По крайней мере, преподаватели оттуда очень. Я на всякий случай напоминаю, что если кто-то хочет написать потом по этой теме реферат, то не убегайте сразу после семинара, а подойдите ко мне, обозначьте свое желание. Желательно это сделать до того, как убежит докладчик, чтобы он тоже на вас посмотрел. Потому что... Потому что если этот реферат будет одобрен, то в первую очередь он должен быть одобрен своим докладчиком. Так, я, как обычно, повторяю для записи присутствующих. Здесь, на уголку, лежит стопка объявлений про следующий семинар. Следующая тема – невидимое солнце, то есть исследование солнца в других спектральных диапазонах, отличных от видимого света. Там докладчик Курнов Александр Михайлович. Он работает у нас на кафедре теорфизики и в Фиане, в отделе нефтики. Ну, в общем, кому интересно, тот может взять отсюда и доверить. Передаю слово Георгий Николаевич. Спасибо. Я расскажу о современном представлении математической демократии по том, как меняется численность населения, по возрастная численность, возрастаемость, смеху, соответствующая этому величину. И каковы здесь математические модели, которые это все описывают. Вообще, надо сказать, что тема демографии, она излишняя, ну, а может быть, и не излишняя, а просто по-своему, по-своей сути политизирована, потому что относится к людям. И всяческие демократические либо упадки, либо, наоборот, подъемы каждая политическая группа, а может быть, и не имеющая к нему никакого отношения, пытается их описать себе или своим противникам, в зависимости от цели. Вот на самом деле эти проценты происходят в значительной степени безвлияния. Как это ни было, я буду стараться по возможности обходить всякие такие вопросы, которые не являются, в общем-то, существенными в этой деятельности. Но заодно, может быть, ну, не размещаю у меня какой-то мник, в которой принято считать, что действуют именно в нашем обществе такие, как депопуляция, замирание или, наоборот, повышение рождаемости, дающееся достигнуто там какие-нибудь последние, особенно, два года, ну и так далее. Но в основном-то я хочу подготовить аудиторию к решению точных моделей демократической области. То есть это модели, которые используются профессиональными демографиями для оценки текущей ситуации, прогнозирования будущей ситуации и, в общем-то, оценки горизонтов прогнозов и диапазонов сценариев. Какие вообще переменные следует варьировать в таких сценариях, как прогнозирование демографической ситуации, и что вообще это такое, отначально, прогнозирование демографической ситуации? Вот, ну, сначала я введу основные понятия, какие там есть, там тоже есть своя наука, и, в общем-то, хотя демографы исторически считаются принадлежащими почему-то гуманитарной сфере образования, на самом-то деле они наиболее близки изумник гуманитария к математикам, потому что ими, ими, ими приходится заниматься, ну, во всяком случае, матстатистикой и связанными с ней вопросами. Поэтому людей с математическим образованием и среди демографов много. Хотя есть люди чисто гуманитарного плана, которые пытаются объяснить изменения рождаемости, смертности, там, врачных предпочтениях, разные психологическими, физиологическими, еще какими-либо причинами. То есть это чисто гуманитарный подход, который, ну, там, в организации, еще там чем-нибудь. Как правило, эти все модели, они интересны для описания какой-нибудь локальной по городу, или там, ну, по области ситуации, и, как говорится, семейное историческое значение не имеет. Поэтому я не буду обсуждать именно разные варианты объяснений, почему происходит так, а не иначе. А опять будем именно в положении дела, как оно происходит, и с какими именно математическими моделями будем мы это объяснять. Ну, во-первых, в чем вообще состоят цели работы, демографии? Что, собственно, они хотят узнать от наблюдаемого населения? Ну, во-первых, конечно, нужно уметь прогнозировать численность людей в определенной страте. То есть страта – это вывеска из общества по определенным параметрам. Такой вектор, определяемый возрастом, полом, социальной группировкой, структурой, этносом. Ну, можно сюда предпочитать там свет волос, но это уже неинтересно. То есть есть некоторые важные для социологов показатели, которые нужно прогнозировать. При этом реально прогнозируется только, конечно, возраст, но распределение великого возраста. Это прогнозируется очень реально. Все остальные аргументы такого вектора прогнозируются гораздо труднее, потому что они во времени меняются очень быстро. А само население, как таковое, вот биомасса, меняется медленно. То есть там все процессы весьма инновационные. И занимают, не надо думать, что одно поколение. Вот характерный возраст поколения – это вот такой типичный один шаг, так сказать, в демографическом времени. Один шаг – это возраст поколения, равный примерно 25 годам. Ну, в разных странах он разный. Этот самый шаг по времени, он является средним возрастом матери при рождении ребенка. 25-28 лет, ну, 22, вот в этой вилке лежит шаг поколения. И характерные изменения, которые мы можем заметить в обществе именно на уровне изменения его демографического поведения, неосознанного, именно как вот в массе, это на уровне одного-двух шагов по поколению. А иногда бывает, что и четырех. Ну, вот для того, чтобы уметь делать прогнозы, нужно, как вы понимаете, знать вероятность перехода из страты в страту. То есть если такая вероятность известна, то мы все посчитаем на уровне неболаза. Сколько выбыло из одной из страты, пришло в другую, с какой-то вероятностью все посчитано. К сожалению, как раз эти вероятности неизвестны. А то, что известно, носит весьма эмпирический характер. То есть вероятность рождения и смерти это вещи непрогнозируемые, прогнозируемые, но не вычисляемые точно. Поэтому те материалы, которые здесь можно использовать, они и чисто эмпирические. То есть это наблюдение за имеющимся материалом этих наблюдений и попытка его соответствующей статистической обработки. Ну вот по всем этим вопросам, которые здесь перечислены, это не все вопросы, это некие основные цели, без которых нельзя вообще ничего прогнозировать в гемографии. Нужно сказать, что ни на один из этих вопросов определить вероятность смерти по причинам, определить вероятность, ну, переходы социальных страт из одной в другую я даже не буду обсуждать, это вообще неизвестна вещь. Вероятность рождения и начать смерти. Они могут быть измерены точно. Более того, я еще к этому перейду, к проблемам. Не может быть измерено точно число смерти. Хотя оно из натурального ряда. Вот, казалось бы, можно легко все пересчитать, но пересчитывать это должен единый момент на один человек. А для того, чтобы пересчитать население в мире одному человеку в один момент, это как-то не получается. Тогда же и в городе не получится. А процесс пересчета, он, следовательно, длителен, и за время пересчета кто-то умирает, а кто-то рождает. На самом деле это не входит в пересчет. Надо понимать, что все, кто пока их пересчитывали, умер, они, значит, еще чистятся живыми статистики. Опять же, кто-то уехал в списке, скажем, выборщиков, допустим. Он есть. А де-факт-то его уже нет. Он уехал в другую страну в гости, там уехал. А в этом никто не знает. Ну и так далее. То есть, в общем, есть очень много ситуаций, когда по объективным причинам невозможно узнать точно, сколько и какого народа где находится. Ну, ради того, что в замкнутой аудитории, конечно, легко это пересчитать. Но точность демографических оценок численности по переписи составляет примерно 3-5 процентов. При населении характерного вида 140 миллионов это понимает, что это плюс-минус практически миллион. Пять. Вот с точностью 5 миллионов мы знаем, у нас очень. Поэтому, когда говорят, что у нас численность сейчас 140, а завтра будет 139, это лукавство. Она может не сейчас 139, а может и 141. Это стоит лукавство. Поэтому, на самом деле, точные цифры неизвестны. Во всяком случае, когда случилась перепись 2002 года, по сравнению с предыдущими данными, которые, ну, текущие данные о рождаемости и смертности за годы известны, ну, более-менее точно. И когда, пойму, считать с данных в предыдущей переписи до следующей, ну, это довольно точно. Вот так, в течение 10 лет, сколько это, баланс подводил. Так вот, при очередном пересчете баланс не сошелся на 2 миллиона. Ну, то есть, ничего удивительного в этом нет. Вот когда пересчитали, оказалось, что живет-то больше, чем... Значит, это без учета пришлых мегрантов, про кого все известно. Ну, про тех, про кого известно. Вот, а тех, про кого неизвестно, их не пересчитывали. Вот, разговор идет о постоянном населении. То есть, те, кто имеют паспорта с пакистой. Вот, поэтому нужно иметь в виду, что точность оценки демографических данных, она колеблется вот в районе 3-5%. Это во всех странах, это не особенность вот именно нашей страны. Вот, в других она еще хуже. Вот, то есть, очень хорошо, когда точность данных меньше 10%, ошибка в данных меньше 10%, ну, уже замечательно можно делать выводы. Для чего нужно делать выводы? В принципе, это, конечно, понятно. Все же события в стране и в мире являются, ну, говоря нашим языком, функционалом от численности распределений. То есть, выпуск продукции, рост ВВП, распределение денег. Вот, последнее немаловажно. То есть, нужно, зная, каково число родившихся сегодня, ну, вот в этом году, нужно представлять, что через там 7 лет они идут в школу, через 18 лет они идут в институт, там, какая-то часть пойдет в армию, какая, сколько для этого нужно мест, сколько, соответственно, людей, которые должны находиться в этот момент, в этих местах, чтобы обеспечивать функционирование этих мест. То есть, это довольно сложная государственная задача, которая, вообще-то, должна быть решаема все время, каждый год. Вот, но, кроме, собственно, демографического центра, вряд ли этим кто-то занимается. Ну, то есть, они обсуждают эти вопросы и выдают соответствующие данные, но без рекомендаций. То есть, они никому ничего не рекомендуют. Вот, ну, а в таком случае у них, как правило, ничего и не страшно. Поэтому, ситуация в этом плане, она пущена на самотеку, это не очень, конечно, хорошо. Вот. На самотеку у нас. То есть, с других стран, он довольно так тщательно готовится к трудоустройству, ну, и вообще к жизнеустройству своих, значит, граждан. Основные методы, как я вам сказал, это, во-первых, интеллико-статистические, других у нас нет. Опросить людей, что они сами по себя думают, записать это в граждан и пересчитать эти людские мнения. При этом нужно понимать, что по многим вопросам людские мнения могут отличаться от реальности. Ну, человек о себе может говорить нечто в перевесе, а вообще-то он говорит что угодно. Ну, в тех вопросах, которые не относятся к паспортным данным. Вот. Но проблема в том, что он и паспортные данные называет в том месте, где они вносятся, какие угодно. Это всегда. Поэтому, в принципе, и в них есть некие неточности. Вот. Но существенная нетошность в данном случае состоит в том, что он этнически сам себя определяет. То есть, национальность вносит сослуг владельца паспорта. Если он пожелает ответить на этот вопрос. В этом плане графа национальность, этническая принадлежность, она, как я говорю, политическую сторону не обсуждаем. Она просто и не должна отражать никакую реальность, которая за ней стоит. Потому что, так сказать, негр, родившийся в Москве, там, в втором поколении, легко называет себя русским, но говорит по-русски. Хотя никто его, которым так извне не признает. Вот. Тем не менее, его так записывают, поскольку каждый человек имеет право себя назвать кем угодно. И так он и будет называться. Вот. Поэтому нужно иметь в виду, что, значит, данные, которые мы имеем, они субъективны и неточны. И, следовательно, тем больше важность тех моделей, которые, тем не менее, могут дать точные результаты. Ну, хотя бы, по каким наиболее точным параметрам? Наиболее точный параметр – это все-таки биомасса. Вот. Или численность страты возрастной. Вот. Те методы математического разделирования, которые могут быть точно применены, они, значит, тут перечислены. Как эволюционирует то возрастное население? Это кинетическое уравнение, то есть уравнение эволюции функций распределения населения по возрастам. Вот. Ну, и, на самом деле, по поводу. То есть здесь довольно существенное различие смертности мужчин и женщин в силу, в основном, у разного, разной роли в обществе. То есть они живут по-разному. Это не обязательно вот особенность определенного организма. Этот организм ломается чаще, а вот этот вот реже, например. На этом уровне отличия тоже есть, как и в рождаемости, но они совершенно не принципиальны. То есть отличие в рождаемости мизерное. Там мальчиков рождается совсем чуть-чуть больше. Ну, доля рождения 0,512 мальчика, а доля рождения 0,440 мальчика. И в грубых расчетах можно считать это 0,5, но при точных расчетах обязательно надо учитывать, потому что смертность мальчика выше. И получается так, что в той когорте, которая является наиболее продуктивной, то есть 20-25 лет, их численности равны. Ну, при прочих равных условиях, если нет войны, если нет специальных аккоризмов. Опять же, не хочу обсуждать, что природа это так устроено или не природой, но это наблюдаемый факт. Ну, вот часть определения я сказал. Есть характерные демографические понятия, без которых невозможно делать наукообразные выборы. Значит, возрастная когорта – это численность людей в определенном возрастном промежутке, как правило, 5 лет. Ну, это не поудобная для счета цифра, хотя, естественно, можно определять годовую когорту. Когорту меньшей временной длительности определять неудобно, ну, потому что, во-первых, не каждый сходу и скажет, сколько месяцев он живет, так что, а уж про неделю я и не говорю, поэтому лучше ограничиться. Вот, это самый минимальный расчетный шаг для прогноза. Важным показателем является стандартизованный коэффициент смертности и стандартизованный коэффициент рождаемости. И она называется сертильность. Это, значит, текущее число, сертильность – это определение, текущее число рождений на тысячу женщин данного возраста в данный год. А коэффициент смертности – это число умертных в течение года на тысячу людей этого возраста. Ну, понятно, что можно сосчитать на одного человека, но, получается, очень мелкие цифры. Лучше, значит, какими-то более осязаемыми понятиями работают. Вот, когда говорят просто про коэффициент рождаемости, это разумевает все активность. Это такое весьма искусственное понятие, которое очень часто подается как именно рождаемость в обществе. То есть, что я имею в виду? Значит, в течение года все женщины всех возрастов родили детей. Ну, кто родил, тот родил. Значит, при этом считается, сколько детей было рождено женщинами в данном возрасте. Вот, и это число было поделено на общее число женщин в данном возрасте. Вот, как бы, и сосчитали этот коэффициент рождаемости в данном возрасте речи. После того, как все отформировалось на число женщин, получается, как бы, что вот это количество детей могло бы быть рождено некоторой условной женщиной за жизнь. Вот если вот взять мгновенный средств, вот там, 13 до 55 лет, вот родилось, есть вероятность рождения ребенка. И эта вероятность приписывается вероятности рождения детей вообще, вот в обществе, вот сейчас такая вероятность. Что на самом деле не так. Потому что это число не имеет, ну, скажем так, если сильно сказать, никакого отношения к производству населения. Важно знать несколько коэффициентов производства, это вот среднее определение. И то, это наиболее близкий к правильному показателю, ну, и он не вполне, значит, отличается от реальности, хотя наиболее близок к нему. То есть это среднее число девочек от одной матери, заживающих до среднего возраста матери. Понятно, что при отсутствии смертности у детей нужно, чтобы несколько экстрементов воспроизводства для простого воспроизводства населения был бы равен в единице. То есть если в течение всей своей жизни от всех рожденных средних детей девочек выживает до среднего возраста матери, то поколение воскресеет. Опять же, заметить это можно на промежутке 50 лет. Ну, по крайней мере, да. То есть пока женщины данные, все женщины данной возрастной когорты не окончат свой жизненный пункт, так сказать, я так говоря. А это долго. Поэтому такие данные в один момент времени выдать нельзя. Они бессмысленны. Нужно следить за этим подсюжением. И только тогда можно будет понять, воспроизводится население или нет. Вот я дальше покажу некоторые графики. В упряжении могу сказать, что население России себя не воспроизводит с 1906 года. Очень давно, уже больше столетия. Тем не менее численность населения растет. Даже без учета мигрантов. Она росла, ну, исключая военный период. Но она весьма устойчиво росла до 90 долларов. Можно сказать так, что когда вот эти коэффициенты воспроизводства, которые публикуют в газетах, вычисляют, тут вот появляется такая необоснованная эрганическая гипотеза. Ну, конечно. Средняя по траектории заменяют средний по антам. Да, именно так. Это необоснованная, неправильная эрганическая гипотеза. То есть не выполняет. Она гипотеза, но она не имеет место в этом. Но причем, тут же надо сказать, это вовсе не положение одной России. То есть в остальных, в очень многих странах ситуация ровно такая. Вот. Значит, вот явление, которое очень бурно обсуждалось немного в середине прошлого века, это так называемый демократический переход. Вообще, общество за эти вот сто лет, не только наше, про Катя, сколько я сейчас по-своему рассказал, но и вообще, общество переживает вот эффект, неожиданный для демократов, ну, естественно, то есть для населения в целом, потому что мы про себя ничего не знаем. Мы узнаем только живя, так сказать, про себя мы узнаем, как мы живем. От экстенсивного типа производства, большая рождаемость при большой смертности, практически все, сейчас можно говорить, странные мира переходят к такому вот другому типу экономному. Ну, насчет экономии тут это условно. Не факт, что низкая рождаемость при низкой смертности это более экономный способ воспроизведения населения, чем высокая рождаемость при высокой смертности. То есть, когда родится один ребенок, его колят, люди всячески выращивают, а когда родится 10 детей, на них опять не вращают. Кто выжил, тот выжил. Поэтому, значит, не факт, что способ вот такой, он более экономный, вот некоторые, опять же, политические демократы любят обсуждать вот этот момент, но факт состоит именно в том, что этапы перехода написаны. Это явление снижения рождаемости вслед за снижением смертности и переход к новому типу воспроизводства был назван демографическим переходом. И была такая демографическая иллюзия, значит, что рождаемость пошла потом, через 40, после снижения смертности, она пошла снижаться и предполагалось, что она так снизится до уровня смертности. Ну, то есть, коэффициент смертности в целом, если не говорить как по возрасту, это просто доля людей снимаемых с доски. И, соответственно, коэффициент рождаемости – это тоже доля рождающей среды. Когда эти доли спадут, то вот простой у вас производство едет. И была мысль, что коэффициент рождаемости будет снижаться, снижаться, найдет коэффициент смертности, и дальше они пойдут ровненько, и мы будем избегать социальных сетей и демографических статистов, перейдем на стабильное население, и вот, значит, земля, наконец, будет там населена 13-ю или там разных других вариантов, 20-ю, там 30-ю миллиардами людей, ну, неким постоянным числом, и вот, значит, так оно всегда и будет. Вот, но люди, знакомые, значит, с поведением маятника, понимают, что положение равновесия не успешно проскакивает. Вот, поэтому когда займа снизилась до совпадения со смертностью, она пошла снижаться дальше. Ну, и, в общем-то, продолжает снижаться и сейчас. Значит, возможно, что она потом будет подниматься. Но это, опять же, мы увидим лет через 50. И причины этому в настоящий момент неясны и не просматриваются. Так что есть два варианта. Один фоксимистический, для которого вроде оснований нет, а другой, значит, текущий. Текущий вариант такой. Идет за демографическим переходом. Вот та, значит, самая депопуляция, о которой, любит говорить, она касается, в общем-то, мира в целом. Другое дело, что разные страны в разный момент времени этот демографический переход переживают. Сейчас практически во всех странах мира, и в регионах, и в Азии, и в Африке, и в Америке, в Европе уже давно, совершается этот самый демографический переход. Но с задержкой лет, так, 60-70 по странам. Поэтому получается так, что в одних странах население все меньше, а в других все еще все больше. Поэтому возникают и вот межстрановые напряжения, связанные именно с чисто демографическим давлением в этих странах. Хотя они тоже рождаются, снижаются. Она еще не достигла точки пересечения с коэффициентом смертности. Поэтому есть и сценарии, по которым один атмос, естественно, будет заменяться другим, просто в силу объективных биологических причин. Все сценарии, которые возможны, они образуют настолько широкую вилку, что серьезно обсуждать их нельзя. Ну, то есть от полного виседновения до полной доминации. Понятно, что это как-то не является прогнозной серьезной задачей. Ну, вот о точности измерения я сказал. Скажу еще немножко о том, каковы еще некоторые тонкие моменты, о которых, может быть, вот присутствующие не подозревают. Например, ну, вот про ошибки в подсчете и искажении национальной принадлежности я сказал. Ошибка в оценке миграции очень велика, фактическая. То есть есть инвестирование в миграции и фактическая. При пересчете физическом получается, что ошибки бывают от 300 до 500 процентов по отдельным локальным местам. Но есть еще и методологические ошибки, когда очень трудно привести данные, полученные в одной организации, к данным в другой организации. Вот, например, часто любят сравнивать показатели рождаемости или детской смертности в России и, так сказать, развитых стран. На самом деле, эти показатели просто разные сами по себе. Например, в европейских странах ребенок, рожденный живым, считается тот, который подает признаки жизни. То есть, бьется сердце, обозначено дыхание. А у нас тот, кто не умрет в течение семи дней. А если умер, он и не регистрируется нигде. Он и не считается родителем. Ну, опять же, еще там нет, может быть, больше килограмма по стандартам. То есть, на все введены стандарты. Поэтому данные по одной смертности вовсе никак не связаны, так сказать, в Европе, никак не связаны с данными по нашей, допустим, логической смертности. Потому что те дети, которые умирают до недели, вообще до момента регистрации, которые, как правило, в течение месяца происходят, они вообще исчезли из описания. Их просто не было. Никак родившихся, никак умерли. Поэтому есть чисто измерительные моменты, которые довольно трудно при сравнении учесть. А все-таки детская смертность, она весьма высока по сравнению потом с юношкой, где люди почти не умирали. Ну, значит, вот основные моменты я сказал. Я буду обсуждать демографическую ситуацию в странах как в географических точках. То есть проблема территориального распределения населения, его миграции, трудовой или там еще, в какой поисках лучшей жизни, я обсуждать не буду, потому что разумных моделей, объясняющих то, куда люди двигаются, нет. Есть подразумными, я подразумеваю, с известными кексцентрами. То есть модели, которые можно конкретно для расчета применить и получить наблюдаемый эффект. Как правило, это получается из-за того, что кексцентр-проводности легко померить материал. Взял и померил. Не удовлетворился, еще раз взял этот материал и померил. А здесь измерить-то нечего. То есть ты измеряешь темп миграции, который в каждый момент времени свой, и второй раз не померишь. Поэтому можно физически ввести пропускную способность, границы, сопроницаемость, еще какие-то такие понятия, которые физически ясны. Потому что население можно считать шариками или математическими точками, которые как-то диффузируют через какие-то преграды под влиянием разности энергетических давлений, например, здесь энергии больше потребляются, а здесь меньше. Вот как-то она туда, где больше потребляется, туда стоки начинаются разные. Но измерить коэффициент притягательности невозможно. Он измеряется только по факту, но меняется все время. Поэтому численно такие модели неинтересны. То есть они по ним больше относится на уровне. Они качественно могут описать ситуацию, но они качественно выглядят. Ну вот сейчас я опишу факты, чтобы различить публику. Ну вот это рисунки такого вот типа, как вот здесь. Значит, не могут привыкли рисовать демографические пирамиды. Разные модели, я тоже их вам покажу для развлечения. Ну, начнем, значит, с численности. Сначала просто численности. Как она себя ведет? Численность в мире, несмотря на все страхи мировой депопуляции, она все-таки пока еще растет. Вот растет, но снижающимися на самом деле темпами. Вот здесь вот, вот здесь вот, не там показывает. Видно, что вот здесь вот где-то уже есть попытки изменить выпуклость. И она, судя по всему, там вот где-то вот уже в 20-х годах наверное изменится. Хотя, возможно, что если большинство стран перейдет через вот этот демографический переход и там начнется подъем рождаемости, возможно, через пару поколений, то еще лет через 100 опять будет вот такой вот характер роста. Никто здесь дратированно ничего сказать не может. Значит, больше всего населения живет в Азии. Ну, это, понятно, что Китай и Индия. Весь остальной мир, он совершенно не интересен. Где-то, каждая численность ниже миллиарда. Ну, вот даже что вот Апритова приблизилась к миллиардному населению. Европа, желтая линия, весьма стабилизировалась. Ее изменение идет, на самом деле, за счет вот этих вот притопов отсюда. Вот эта кривая, на самом деле, растет выше, чем сейчас имеет место быть. Вот часть из нее перелетели в Америку, в Европу. Ну, а мир в целом развивается такими темпами. В общем, наверное, можно заметить здесь признаки гипербонического роста, так вот на большой промежутке времени, если уйти особенно туда-назад. Но особенно в этой перспективе уходить я не буду. Есть картинки на разных и сайтах, и книгах о численности населения в начале, там, эры, еще там когда-нибудь. Вот, но это все оценки, основанные на интерполяциях Гудайевых данных, наоборот, они как-то выяснить не являются. И правда. Но возможно, что и нет. То есть, разумные переписи, они происходили только в конце позапрошлого века. В 1750-е, в 1850-е, в 1894-е, в 1894-е, в 1894-е, в 1894-е. Что можно сказать за переписи, в которые Иисус Христос был, когда извиняюсь? Ну, вот это сложно сказать. Не могу ничего внятного сказать про те переписи, потому что неизвестно, кого там вообще пересчитали. Я не знаю, пересчитывали ли там всех людей, или только граждан, или еще там кого-то. Сложно. Тех временах понять, каково истинное население было в каких-то городах, это трудно. Поэтому, собственно, это больше будет нас давать в политизированную ассистику. Этих тем казаться не будем. У нас есть именно текущая ситуация, мы ее как-то можем обсуждать. Вот, рост населения России до 90-го года, ну, до 92-го года. После чего начинается некий такой, сначала активный спад, потом он так немножко стабилизируется. По поводу активного спада, тут же надо сказать, что, как все понимают, у них все. Поэтому, когда в обществе старшего поколения подове больше, чем молодого, то умирает там больше, чем рождает. И это не есть какой-то криминал и глупость вообще. Это объективный, жизненный факт. Поэтому не надо удивляться, что в какой-то момент абсолютное количество умерших превысило количество рожденных. Обычное дело, в городской пирамиде такова, что большая часть населения, когда она сойдет с доски, останутся молодые. И тогда у нас будет гораздо меньше рожденных. А потом, если демографическая лавна от этого придет, будет опять наоборот, опять будет умирать больше количества. И население может численно то уменьшаться, то возрастать. И это связано во многом с возрастной структурой. И не просто с тем фактом, что как-то жизнь плохая или еще там что-то. А вам нравится, за сколько периодов получается? За сколько лет? За 2-3 поколения. То есть за 70-80 лет становится заметным. Вот трудность ситуации, которая была. Или не заметна. То есть оно не возглаживается. Либо наоборот, вот та ситуация, которая имеется в России, то, что рождаемость безуровна простого воспроизводства, именно такая эффективная рождаемость, она, значит, уже вот улез такая, то только сейчас и появляются вот те эффекты, когда невозможно ее повысить за указанность. Потому что она во всех когортах в 3-х поколениях снижалась. И невозможно сделать так, чтобы она вдруг повысилась. Именно вдруг, в течение поколения она повысится. Если делать усилия, то их надо делать в течение поколений, не в течение года. Это совершенно безусловно. Или там 2-3. Это надо делать в течение 25 лет. Тогда ситуация выправляется. Я вам покажу результаты расчетов, которые показывают, что изменения, которые можно сделать, если гипотетически предположить, что каким-то волевым усилием изменилась рождаемость каких-то кобортов. И тогда население стабилизируется при поддержании этого давления, так сказать, на эти коборты в течение 250 лет. Уровень стабилизации. Стабилизация выступает медленнее, чем если мы будем давить сильно, чтобы росло. Можно давить слабо, и вот тогда предельный уровень слабости давления, когда все-таки стабилизация возможна, такой слабый уровень, он должен проводиться долго-долго. И это показывает высокую инновационность всех демократических процессов. Я до этого еще дойду. Ну вот от населения России, мы перейдем к всяким близким вещам, как население Москвы. Оно, конечно, растет совсем по-другому, чем население России. То есть оно просто растет, несмотря на то, что здесь рождаемость гораздо ниже, чем простой в мире Москве. Вот за 100 лет, значит, с 1897 до 2007 года, здесь показано население Москвы, это вот эти вот столбики, и население московского региона. Московский регион – это сель, который входит в большинстве влияния политики. То есть они уже не расчеты. Вот численность, значит, Москвы – 10,5 миллионов, ну, 10,4. Численность московского региона сейчас 17 миллионов. Ой, нет, прощайся, я не туда смотрю, здесь проценты, а миллионы вот здесь, но они близки. А, правильно, я называю миллионы, это они, вот эти миллионы. А здесь проценты отложенные – это доля Москвы, населения России. Ну, вообще-то, надо сказать, что ужасная доля. То есть один город держит в Сибири 7% населения 6-й части. Ну, уже не 6-й, а там 7-й, 8-й части, земного жара. Да, но это не так. А московский регион, он даже садилет 15%. А, видишь, такое? Он сейчас, да. То есть столицы, они весьма собирательны. Вот так он у нас растет. Московский регион включает Москву? Да, да. Это месяц Москвы, Москва плюс вот области. Не только Московская область, но и все. Нет, нет, это Владимирская, Рязанская. Калужская, вот этот вот пояс, 10-17 миллионов санаратов. Вот как шел миграционный прирост. Красненькая линия – это, значит, в какой-то момент произвели наблюдение. Вот, и, ну, по Москве их довольно часто проводят. И есть некий текущий учет. Прибыль, рубль. Регистрированные люди приезжают. Ну, приезжают, регистрируют, все бывают. Ну, видно, что вот уровень текущего учета – это 50 тысяч человек. А фактически он, в общем-то, бывает и 250. А синенькими крестиками показан естественный прирост. Ну, видно, отрицательный. В Москве естественный прирост. Сейчас, ну, вот он убывает. Естественный прирост в абсолютной величине. Ну, где-то вот 20 тысяч человек в год естественным образом уходит в Москву. То есть здесь довольно высока, во-первых, доля кошелек, во-вторых, и раздаемость довольно низкая. Ну, это не мегаполис вообще характерный. По взрослой населения. Ну, вот здесь вот более, значит, современный, я привелился в восьмой год запустить на слайд. Ну, люди, значит, в которых эта картинка перед собой есть, и что в начальных возрастах есть определенные изменения. И это важно. Вот до 90-х годов такая вот возрастная пирамика. Здесь, значит, мужчины, здесь женщины. Вот эти вот вилочки, это обозначены, ну, вилочки, квадратики. Это Москва, а вот это вот все Россия. Она же не совпадает Москва и Россия. Внизу не численность, а проценты. Вот в Москве в 2002 году жила вот в этом возрасте 0,4 года 5 процентов. Этого возраста, значит, общего населения. То есть детей в Москве живет меньше, чем в среднем в России, в которой вот. А начиная вот со средних и вот здесь вот возрастов больше. Ну, поэтому, естественно, что прирост отрицательный. То есть вот эти демографические волны в Москве, они знали? Да, конечно. Как менялась эта пирамидка в течение времени? Вот результаты 1979 года. И здесь основание пирамидки гораздо более широкое. Вот здесь еще детей нулевого возраста больше, чем своих последователей. И это нормально. А там картинка была, значит, это обращенная пирамидка. Поэтому последующих поколений будет численно меньше, чем было предыдущих. Это некий такой именно факт, который очень активно и обсуждается на политическом уровне. Вот здесь основание пирамидки еще более широкое. Вот это она такая близка же. Так, зелки. Вот, ну, вот 26-й год. Простите, а можно вопрос? А вот в черную рамочку это... В черную рамочку заключена доля населения Москвы. Без рамочки Россия. Вот в Москве в 26-м году жила. Видите, вот в этих возрастах вообще в два раза больше соответствующих возрастов, чем в России. В среднем. Вот сравнение за 100 лет в России. Слева 97-й год, с травы 2007-й. Но это расчет. То есть вот нужно иметь в виду, что вот эта оценка, она здесь уже в натуральных показателях, в тысячах человек. Что вот это вот все, оно с точностью порядка 5% известно. Поскольку расчет по 52-го года, который сама представлена. Но вот эта точность вообще трудно поддается описанию. Потому что как именно там переписывали, сказать очень трудно. Ну, относительно этнического состава, я уже говорил, эта речь весьма трудно определяемая. Вот как сейчас происходит самоопределение в России. Это именно со словами. Как оно в действительности обстоит. Здесь показаны доли, численность которых не меньше миллиона. У всех остальных численность меньше, поэтому они так объединены и составляют 7% остального населения. 80% идентифицируют себя титульным населением. На самом деле понятно, что это просто удобно. Гораздо удобнее идентифицируют себя титульным населением, чем другие. Ну, вот Москва, она в этом плане, как видно, условно говоря, благополучнее России. Если под словом благополучие, то друг не бывает, значит, численность титульного населения. 89% называющих себя русскими было в этом году и 84% в 2002. Но на самом деле, вот видно, что изменение произошло вот здесь. народы за Кавказом составляли здесь 1%, а здесь 3% населения Москвы. Но общая численность, ну, там вообще уничтожено по сравнению с этим. А тут вот есть другие, не указавшие национальности. Вот на самом деле есть сильное подозрение, что вот этот 1%, которые не указали на национальности, они бы, может быть, будучи перенесенными в 2002 год, тоже бы не указали. Их вот здесь вот 5%, на те самые, которые здесь есть различные. Вот, поэтому есть ощущение, что национальный состав, ну, этнически, в Москве как всегда называют живущие здесь люди, не сильно меняется. То есть уровень изменения на 1% это вообще в пределах поближенности наблюдений. Ну, поговорим о рождаемости. Вот возрастной коэффициент рождаемости в России по годах. Так вот выглядят эти текущие срезы мгновенной, так сказать, средней женщины в данный год. Вот, 59-й год. Если проинтегрировать, то интеграл это и есть число рождения на женщину. Вот, на нем. Если считать, что вот женщины все время будут вести себя так, как вот это распределение. В этой депутации, значит, они, естественно, себя так вот не ведут, как видно по этим графикам. Вот, мгновенная коэффициент рождаемости в 59-м году был 2,58. Ну, я круглый там, когда приличные защиты. На 58 рождение. Для женщины с учетом смертности в России нужно для простого производства 2,15. Вот, то есть здесь в 59-м году население естественным приростом стало. Затем, вот, 80-й год уже 1,86. В 84-м году, это вот эта вот зеленая привая, была, значит, известная компания по увеличению рождаемости, локальная. И она на период до 2 года дала прирост. Ну, последствия, которые он ощущает. На самом деле, вот эти вот локальные изменения, я вот, значит, это неоднократно говорил, это вообще-то вещь вредная. То есть сделать некую демографическую нагрузку на когорты. Обычно это либо преференция, значит, либо какие-то запретительные меры. Ну, очень долго и те, и другие не удерживаться не могут. Поэтому 2-3 года пройдет, преференция исчезает, запретительные меры тоже как-то растворяются. Рождаемость возвращается на прежний уровень, в результате имеем, что вот есть численность определенной возрастной когорты, которая то больше, то меньше. Поэтому, значит, мгновенно нужно в течение 3-4 лет открыть несколько институтов, а потом закрыть несколько институтов. Это тяжело. Если их не открывать и не закрывать, то возникают непонятные вещи, куда делать лишних людей, которые приходят. Если о них никто не заботится, то они, в самом деле, лишние. То есть они собираются поступить в какие-то заведения, а эти заведения на них не рассчитаны. Потому что вот только что перед ними было население на 10% меньше в соответствующей возрастной группе. А тут групп приходят на 10% больше, и для них еще нужно срочно какие-то вузы строить. А никто этим не заботил. Вот потом, опять же, зачем стройки, если через 3 года их опять станет мало? Значит, нужно срочно все ломать. То есть для государства это очень тяжелое мероприятие. Повышение рождаемости. Тем более, что потом, лет через 50, опять возникает та же ситуация. Большое количество людей из пенсионного возраста приходит, в рабочих возрастах никого нет. И если перед этим была обратная ситуация, в рабочих возрастах было много людей из пенсионного возраста, то тогда пенсионеры живут попиваючи, у них все хорошо, есть большие отчисления, никаких социальных проблем. Потом, практически мгновенно, эти проблемы появляются. Потому что не хватает, деньги же, понятно, берутся и текущие доходы. Следовательно, очень сложно управлять демографическими процессами, так вот ударными, что называется, методами. Это нужно делать долго, в течение десятков лет. А на это кто способен? Вот такая вот ситуация близка, вот как вот эта вот кривая, близка к сегодняшнему положению. 1,38, ну там сейчас 1,42. Мгновенно. Это, конечно, значительно меньше, чем 2,15. Ну и в странах Европы ситуация весьма не лучше. Вот 2,0 – это ниже уровня простого воспроизводства. И все европейские страны сидят вот здесь. Здесь вот Бельгия, здесь вот Дания, Германия. Вот полтора. Это вот тоже кривий кекс. Причем вот синенькие квадратики – это процент детей, рожденных не брак, и видно, что ситуация совершенно не принципиальная. Сколько. И от этого коэффициент суммарной рожденности не меняется никак. Ну, то есть нет устойчивой корреляции. Где-то он высок – это доля разделов не брака, где-то низок. В целом, в другом случае, суммарное рождение все равно низкое. То есть это не особенность России, что коэффициент меньше двойки. Она там у многих на уровне 1,2 – 1,3. Ну, вот как менялся коэффициент по тем же графикам. Значит, вот синенькие точки – это 80-й год, красненькие точки – 2002-й. Ну и, соответственно, здесь тоже желтенькие точки – это 80-й, а зелененькие – 2002-й. Ну, видно, что практически по всем странам евросоюза и тем, кто собирается не вступить. Идет снижение рождаемости. Вот, по бывшему нашему народу, значит, с 90-го года, по всем странам идет устойчивый край. При этом даже из тех стран, где изначально была пятерка – это очень хорошие показания. Правда, больше, чем 2,15. Сейчас вот в этих странах он на уровне 2,5. То есть он уже вполне предел естественного производства. На самом деле это довольно нехорошие показания. Потому что очень важно, чтобы… Ну, если население на данной территориальной местности желает просто численно себя поддерживать, то в условиях снижения рождаемости миграционный поток – это единственное, что может спасить ситуацию. Но важно, чтобы этот миграционный поток был бы не судовым, а на постоянное место жительства. А тогда нужно, чтобы рождаемость у пришельцев, так говорить, была бы, но раза в 2-3 выше, чем у аборигенов. Тогда, как вот расчет показывает, выживаемость в целом в долгосрочном плане возможна. А иначе пришельцы растворяются в аборигенах, и у всех рождаемость снижается, и все равно никакого демографического улучшения, даже в плане численности, политического состава численности не получается. Так что то, что у всех происходит снижение, это, значит, показывает определенную сложность в жизни. Ну вот, я, к примеру, другую страну привел с характерным отношением к процессам воспроизводства, ну и там, вот, заметьте, на уровне тройки, эта тенденция, она так... Не видно, что вот скоро как-то вот... Она, и так вот, и она и сейчас продолжается, она не продолжается. А вот, когортная рождаемость, это вот важный момент. На самом деле, все не так плохо. Всего лишь, вот, к примеру, и Россия, и Германия, вот у нас когортная рождаемость, значит, мгновенная рождаемость, у нас тоже была пятерка в начале того лета. То есть, пять детей на женщину в мгновенном образе, если даже. А когорта, это, если, как вы помните, мы следим за численностью женщин, рожденных в данный год, вот здесь, вот здесь вот рожден. Ну, как правило, этот период в пять лет. И вот сколько детей они за свою жизнь родили. Так вот, они рожали вот по сей средней. Вот, при этом миссийская высокая смертность была, вот поэтому население росло не особенно экспоненциальным темпом. Вот. Только сорок процентов девочек доживало до среднего года эстоматии. А сейчас – девяносто восемь. И все. Вот. Ну, и, значит, вот ниже двойки эта рождаемость опустилась вот после 35-го года. И там вот она вот комбортным образом и продолжает держаться. то есть, эта ситуация сложилась не сейчас. Вот что вы. Вот сейчас какой-то низкий коэффициент рождаемости. Это мгновенный коэффициент, он отражает мало чего. А когортная рождаемость уже давно такая. Значит, ну, вот эту таблицу я особенно комментировать не буду. Она была на том случае, если спросят, а какова когортная рождаемость в Европе? Ну, в когорте, родившейся в 64-м году, рождаемость я так зачитаю. Береги – 1,75. Ниже будет. Должен быть хотя бы двойки. Ну, чуть больше двойки, ну, ладно. То есть, Береги – 1,75. Дания – 1,91. Германия – 1,54. Греция – 1,75. Испания – 1,59. Франция – 2,00. Ирландия. Мы все должны благодарить Ирландию 2,19. Они еще держатся. Вот. А все остальные не держатся. Италия – 1,49. Исимбул – 1,67. А про более поздние, о какой ты еще рано говоришь? Да. А более поздние, они еще объективны. Нельзя сказать. То есть, есть только оценки, но они еще не дают. Ну, вот, некая детализация. Так было дело в России. Ну, значит, эта кривая рождено всего. Вы ее видели. Вот она, толстая и жирная. А вот, сколько дожило до года. Из семи детей меньше пяти. Вот, то количество, которое в основном вышибалось из нашего населения. Вот это. Вот. И после, вот видно, что, когда люди перестали очень сильно умирать в молодых возрастах, вот тут-то и пошло собственно увеличение численности. А так она довольно долго оставалась постоянной. То есть, все это было на уровне простого воспроизводства. Вот дожило до десяти лет. Чуть больше трех. Там до пятнадцати. До двадцати. Вот. Ну, вот, вот, вот. Чуть-чуть. И вот уже вот здесь вот мы опустились ниже двойки. Вот здесь. И так вот тут вот и продолжаем прибывать. Вот все вот это вот время. Потому что дожить до двадцати это, в общем, мало. Нужно еще до двадцати восьми как дожить. А это еще. Вот. Вот. Ну, вот. Несколько эксцентов производств. Это, значит, там был про общую численность всех детей. И обоих. Вот. А здесь, значит, это только а девочка. Следовательно, он должен быть больше единички. Ну, на самом деле, один на пять случится. Но больше единички. Вот он стал меньше единички. Вот здесь. Это примерно тысяча девятьсот где-то восьмой. Десятые годы. Вот здесь. Вот. И вот уже сто лет мы находимся в зоне отрицательного самовоспроизводства. Пока долго. Это важный момент. То есть вот именно из-за этого и происходит последующее через сто лет наконец замеченное в уголь населения. До этого оно все еще растет, потому что вообще-то рождаемость она все время есть. Рождаются и рождаются. А старые единички сразу умирают. И вот когда они активно начнут сходить в заски, вот тогда население чувствует, что смертность сильно превышает рождаемость. Именно сейчас смертные и чувствуют. Ну, в общем, хватит от грустного. Перейдем. Вот у нас взрослые коэффициенты смертности. Значит, они тоже довольно сильно меняются в течение времени. Жирный коэффициент – это смертность женщин, тонкий – это мужчин. Здесь смертность, вот по нашим имеющимся способам оценки, ну, как я уже говорил, они от европейских отличаются. Примерно процентов на 20. Ну, в лучшую сторону. Если учесть умирающих в течение первой недели, то у нас эффективность смертности где-то в 22. Вот. Но, с другой стороны, в России их никогда не считали. То есть это просто исторический такой путь. Поскольку люди видели, что часть детей не жизнеспособна, их и не учитывали вообще. Мало ли, что признаки жизни подают, но жить не будет, поэтому и обсуждать нечего. Это было некое вот такое историческое отношение к ситуации, вот, и она продолжается быть закрепленной на формальном государственном уровне. Ну, вот здесь вот смертность практически нулевая. вот, и начиная где-то с 16-17 лет, вот, уже пошли процессы старения. То есть это не эффекты, на самом деле, каких-то особенных моментов. Это поломки организма, которые вот здесь вот поддерживались эффектом роста, вот, но врожденные поруки очень сильно работают вот в этом уровне. Они уже начинают, значит, снимать глазки тех, кого выходили здесь, но, значит, они в известном смысле не жизнеспособностью еще. Но потом вот процесс. Это одни данные для моделей. Ну, вот, есть некий эффект, замеченный снижение смертности на рубеже 5-6 лет. Значит, справа женщины, с левой мужчины. Бордовая картинка – это в 5-м году коэффициент смертности на тысячу. А синий, как… синий столбик – это в 6-м. Ну, вот, можно видеть, что практически по всем возрастным категориям синие столбики меньше, чем красный столбик. Вот. То есть, определенное снижение коэффициента смертности было. Оно, правда, вот, не особенно принципиально, если на то пошло. Вот, среднепродолжительная жизнь – это интеграл от функции смертности с функцией дожития. Ну, я потом покажу, как это вычисляется. Для мужчин 60 с половиной лет, у женщин 73-90-х годов. Вот некий прирост, это вот по данным, вот, 6-й год. Вот, прирост по сравнению с 5-м годом – год здесь и полтора здесь. Вообще, для среднего возраста это много, но по сравнению со средним возрастом, как говорится, в развитых странах, где он глубоко за 70, у мужчин за 80, у женщин… А после 6-го года куда шли? А после 6-го года куда шли? А оно, на самом деле, это вот так вот кажется, что очень сильные изменения. Здесь, это видите, возрастные когорты, ну, 50-54, если это все на возраст раскидать, то они практически незаметно, как вот они двигаются. Происходит прибавительное движение. Мы сейчас увидим, я покажу в графике, вот, чуть подать. Здесь причины смертности. Ну, Россия в этом плане довольно уникальная сторона. Смертность у нас по причинам, по некоторым, не по всем, но по некоторым, в общем-то, как в приказах. То есть, вот, доля внешних причин… Ну, внешние причины – это несчастный случай, убийство и прочее всего такое… неестественное. Вот. Оно у нас огромное. Не любим мы себя. Вот. В Европе… Ну, в мире в целом 19, в Европе вообще вот этот вот коэффициент, он какой-то вот такой вот 7%. Вот. Ну, зато, с другой стороны, на инфекции мы устойчивы. 29% умирает в мире и 1% у нас. Ну, мы не будем обсуждать, как бы, разных причин, почему это возможно. Это, значит, психологи, политики и прочие люди, значит, это говорят. Вот. Основная смертность от болезни сердечно-сосудистой системы – 48%. Вот. Красиво. 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 Но здесь, опять же, надо сказать следующее, что смертность от причин, вот, по болезням констатируется врачами, и в преклонном возрасте она констатируется от той причины, от которой умерший лечился. Что, вообще-то говоря, не одно и то же мы понимаем. То есть, вполне возможно, что он от этого и умер, но, значит, совершенно необязательно. Ну, более-менее, понятно, вот, с 13% то есть, люди, которые болеют неэффективными болезнями, как правило, от них умирают. Вот, нет, но они еще иногда попадают вот в эту категорию. Но, значит, вот это численность… То есть, смертность от ширина, умер от рака, да? Ну, да. Вот. Это примерно близкое дело. Вот. А остальные, значит, вещи, понятны менее. Но вот впечатляет различие внешних причин. Вот, собственно, детализация внешних причин. Слева мужчин, справа личин. Значит… То есть, что между практически всеми, вот здесь вот, внешними причинами, есть весьма высокая коррекционная связь. Именно поэтому разные причины можно принять за основные. Некоторым удобно принимать фиганство. Некоторым удобно принимать еще какие-нибудь вещи в качестве основных. То есть, я не буду говорить, какая причина основная. Это… Значит… Значит… Возможно, что очень многие записанные смертность связаны со смертностью от алкогольных отравлений. Вот. Но… Значит… Возможно, так оно видно. То есть, увеличение… Корреляция между дорожными транспортными происшествиями и алкогольными отравлениями, показывает, что… Очень часто люди именно по этой причине туда и попадают. Вот. Но все-таки, значит, фактическая причина смертности, вот, разная. Поэтому… Фиксируются они как разные причины. И так вот мы от них и скажем. Видно, что есть и снижение, когда была антиалкогольная кампания, и тогда вся смертность снижалась. То есть, определенные привязки с политическими решениями есть. Вот. Так что, вообще-то говоря, если все ее на граники выруют, то, может быть, и все будет по-другому. Ну, вот, сравнимся. Видно, что ситуация крайне не монотонна. У женщин ситуация была благополучной. Так, в общем-то. Смертность была ниже, чем у многих европейских стран. Ну, вот, потом как-то так. Получилось не очень хорошо. Ну, связь с ним навсегда была выше. И вот монотонное поведение показывает, что вещь не… Ну, необязательно хорошо прогнозируемая. То есть, сейчас… То есть, центр ведет себя таким образом, потом будет вести другие. Вот. Но видно, что очень трудно вот с того уровня… Вот, три с половиной… Значит, прийти на уровень 0,5. Вот у остальных. Вот. Это практически вот у всех европейских стран. Так, для примера. Смотрите, на ней все вот там ниже единичеств сидят. Она вот, правда, в четыре уши. Ну, вот это были входные данные. Собственно. Вот тот исходный материал, с которым мы имеем дело. А теперь, как же это требуется описать? Ну, как можно это описать? Во всяком случае, что за модель? Такие модели начали развиваться в начале прошлого века, математически. Вполне математикой. И, значит, часть… Нельзя сказать, что там были получены точные решения, но были даны оценки и некоторые уравнения были написаны. Ну, вот, значит, более точные решения были получены уже, можно сказать, в современное время, даже в нашей дни. Определение. Это значение. n с индексом m и x соответствует численность мужчин и женщин возраста x лет в момент времени d. b от x – это в расстройке в центре рождаемости. После интеграла – это есть число детей, работаемых заголовок. Следовательно, b от x – это на одну женщину. Если b умножается на m, то это суманское количество. Ну, мне удобно писать интеграл вместо су, чтобы глазу приятнее. Вот. Интегрирование проводится от награда бесконечности. Тут мы будем активистами. Это ничего страшного. Вы и сами видели, что кривая рождаемости финифна, так что, если человек доживает туда до большого возраста, то все равно там ноль. Здесь бесконечного интеграла-то не будет. Значит, q – взрослой коэффициент смертности, ну, что, на всякий случай, будет инверсионный поток. Каково уравнение? Вот здесь, в общем, видно. У меня снизу как-то не очень хорошо просматривается. Значит, каково уравнение? Уравнение изменения, то есть балансовое уравнение – это генетическое уравнение изменения численности людей в данном возрасте. Мы, естественно, движемся с единичной скоростью по оси времени, то есть количество наших проживых лет, ну, количество лет изменяем секундометров. Поэтому коэффициент при dn по dx равен единице. То есть он такой же, как dn по dt. Если бы мы не умирали, то есть правая часть этого уравнения была бы равна 0, то ее решение, решение уравнения – это функция n , заданная в начальный момент времени. Так все и движутся. Обычная бегущая волна по оси времени. Ну, значит, есть смертность. Поэтому люди снимаются с доски. Туда, естественно, можно добавить миграционный поток плюс t, на его тоже удобно разложить по уровня ростам, и поэтому эффективно внести в q. То есть я туда приплюсую это p, и q – это суммарный коэффициент, ну, либо прироста, либо убыли, как там оно есть по всем вот этим вот причинам. Есть граничные условия. Это условия рождальность. n с индекса m возраста 0 в момент времени t – это рождение мальчика, оно 0,15. И в начальный момент времени сдаются начальные условия. Некое распределение по возрастам. Ну, вот перепис прошла, распределение получено, и мы с него стоим. Перебудется решить это уравнение. У него есть точное решение. Математически точное. То есть численно, понятно, что все можно сосчитать. Как мы его решаем? То есть я так основные этапы решения скажу. Может быть, людям будет интересно посмотреть на математическую природу. Ну вот, поскольку первая часть представляет собой естественный угол, то мы делаем простую подстановку. Неизвестная функция от t – x умножается на так называемую функцию дожити, на интеграл правой части. По ним тоже интеграл правой части. Функция q, называется функцией дожити, показывает, сколько людей дожило доложенство x, родившихся. Функция r пока неизвестна. Ее и надо найти после подстановки. Значит, мы подставляем вот такое вот распределение. Вот это вот решение. Мы подставляем в то уравнение, которое было. В основном генетическом уравнении. И в различные и начальные условия. И пытаемся из них определить сфер майя. Как функцию своего аргумента. Ну вот, подставляем. Подставив, мы получаем вот такое вот уравнение. Вот такое уравнение. Внизу оно написано. Результат. Подстановки. Вот. Оно представляет собой уравнение восстановления. Так называемое. Или уравнение Вольтера второго рода. Здесь есть известная величина, которая. Она определена по преимущественным значениям. А вот это вот ядро. Оно тоже ядро уравнения интегрального. С переменным пределом. Это уравнение типа Вольтера. Ну, я не знаю. Здесь первого курса много людей. Ну, остальные понятно. Студенты первого курса поверят Насову, что это уравнение имеет точное решение. Решается оно с применением преобразования лапласа. Для него образ ядра, главное, просматривается плохо. Ну, все понимают, что лапласовский образ ядра это интеграл. Вот. Вот. Е в степени мере. От того ядра. Это то ядро. Это было произведение рождаемости на коэффициент дожития. То есть, оно показывает долю фактически живущих матерей. Вот. Была функция рождаемости, но она на самом деле не такая. Поскольку люди регулярно умирают, она несколько помечена. И в каждом возрасте ее нужно умножить на функцию дожития. Вот. Значит, такое ядро оно и определяет. Решение. Вот. У нас получилось уравнение. ФИ известная функция. Она определена по начальному условию. Она просто известна. Вот здесь Н0. А здесь ФИ, вот эта самая функция дожития. К известное ядро. Вот. А здесь вот мы ищем из этого уравнение. Решение. Решение вот такое. Если перейти к решению уравнения лапласовского лапласовских образов, то мы просто получаем лапласовское уравнение. Потому что там интегральное преобразование типа сверки. Как известно, преобразование лапласа от сверки – это произведение образа. Вот. Поэтому в образах лапласа мы получаем полнепроводическое уравнение, оно легко решается. Тот коэсцент, который стоит внизу, от него лапласовский образ, обратно лапласовский образ называется разрешающим оператором или оператором резольверки. Ну, для второго и дальше курса, это название известно. Значит, представление резольверки через исходное ядро. лапласовский образ. Понятно, что когда мы начинаем его решать, с помощью теории уравнения, нам нужно знать, в корне уравнение единицы равняется лапласовский образ ядрада. То есть нужно найти проблему единичного корня. Нужно найти единичный корень. Предположим, что мы его нашли. Для каждой конкретной функции. На самом деле, его довольно легко оценить. Вот внизу написана оценка корня по имеющимся данным. То есть это коэсцент, за который боролись в начале века математические гемографы. В том числе Лотко, Вальцера и прочие граждане. Он оценивается просто. Это коэсцент производства населения. Тех, кого решали. Мы решали уравнение восстановления для девочек. То есть это величина близкая к единице. Это коннекта. Коннекта минус один деленная на коннекта. И единица на средний делос на поле. Значит, это есть оценка в нашем корне вот здесь. Вот, как правило, во всех функциях вот такого вида он один. То есть когда вот эти... Нету восстановления. Да, действительно корень один. Вот. И решение представляет собой суперпозицию собственной конструкции этого ядра. То есть экспоненты. С собственным назначением. Но если они простые. Но если красные, там будет еще, в понятной рейт степени кратноиспромный минус альт. Но на самом деле, на практике никогда ничего не совпадает точно. Поэтому цикл не разный. Ну, при, значит, при решении реальной ситуации, значит, здесь, на самом деле, численный счет, главным образом, дает, вот, нас в основном интересует действительная часть. Потому что либо колебания, которые идут, они с амплитудой вырастающие, либо затупающие. Это зависит от ре-с. Вот. И если крестерство производства ниже единицы, то показатель отрицательный, со временем все сходит на ноль. Вот. А если положительный, то, понятное дело, что вот колебания такие растущие. Это общий лист для стабильного населения. То есть, для каждой конкретной клевой можно предъявить собственный набор вместе с комплексной частью и, значит, считать. Ну, вот общее решение, ну, значит, такой функции дожить и уложить на суперпозицию демографических логов. Удивительно, что ситуация точно решаема даже и в том случае, когда коэффициент воспроизводства и вероятности может от времени зависеть. Для этого нужно просто правильным образом разбить население нагрузки и знать вероятности перехода. Ну, мы это рассматриваем на существенную физическую ситуацию. Тоже измерять вероятность перехода. Вот. Но ситуация такая же, как в фантовом механике. Если вероятность перехода между состоянием неизвестна, то мы сосчитаем. Значит, что там происходит. А здесь, вот, вероятности перехода... Вот они... Здесь все-таки вероятность, а не амплитудная вероятность. Нет, 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 здесь все-таки вероятность. Здесь вероятность. Вот. Если у нас есть много сортов населения, ну, опять же, не имея под этим политически никаких значений, много разных сортов, у которых свои коэффициенты рождаемости и смертности, есть переходы из страта из страта. Под сортами нужно подразумевать уровень образования, массу тела, там, я не знаю, еще, тогда тоже смертность зависит. И сорта не упорядочены? Ну, нет, они занумерованы, и дела. Нет, занумеров там. Ну, да. А вот, нет, вот в том смысле, что с номером не связано ничего более, кроме как указание на сор, это да. Просто указание. Вот. Тогда, как ни странно, задача тоже, ну, вернее не то, что не странно, но, в общем, понимаешь, что изменение уравнения, оно будет допускать решение и вот в таком случае. Хотя ситуация не тривиальна, потому что нужно, чтобы вот та матрица, которая получается в итоге, вот такая вот с вероятностью перехода была бы, ну, зависела бы от Х. Вот. Такие матрицы называются матрицами переводимыми поликуновых. Вот если есть такое преобразование, вот оно написано. Если существует такая невырученная матрица лябда, от Х, от возраста, вот, что та матрица, составленная из эффективных перехода и смертности, может быть преобразована в матрицу D, это вот матрица, а не с крышечками, которая не зависит от возраста, найдется такое преобразование, которое туда их переведет, то такая система будет называться приводимым к поликуновым. И для него можно сделать преобразование и перевести все в диагональный вид, то есть перевести исходную многочастичную задачу, развалить ее на одночастичное. Вот. Решить одночастичное и восстановить обратно полную систему для этноса, как целого. Вот. Это уже вот то, чего, значит, древние люди не делали. Вот. Ну, значит, здесь у меня такая техника, я так думаю, что я народ уже самоутранил, уравнение ими. Ну, не очень, значит, приятно смотреть, но... Ну, тут вот есть несколько произведений матриц. Вот. В итоге есть некий аналог матрицы Дожития, который просто есть в степени вот стадия матрицы преобразованных по лицу, и дальше ответы опять такие же. Вот только вместо решения уравнения одного класса своей драмы и решаем уравнение определитель разной единицы. Ну, и кратко я, значит, скажу про прогнозы и разные сценарии. То есть, применим математический метод с точными решениями для конкретной ситуации. Что будет? Значит, вот, возьмем мы и увеличим рождаемость в самой продуктивной капусте, где рождаемости в 12-24 года. Нужно увеличить в 2 и 12 раза, чтобы население наше стабилизировалось. И вот оно где стабилизируется. Значит, вот эти вот колебания численности, вот здесь вот график численности, а здесь возрастное распределение предельное. Это, кстати, не будет стабильное население тогда. Значит, оно дословно, ну дословно, дофункционально повторяет функцию Дожития. Вот это вот Q. Это вот профиль Q. Есть в степени минус интегровалов с методом. Поскольку родилось в стенах нуля, и дальше они начинают умирать вот с этой вероятностью. Ну вот, такое вот население по возрастам, когда оно стабильно, оно так вот и держится. Вот видно, что реальное население далеко не такое распределение не имеет. Но в отдельных странах его приближается вот к этой ситуации. Ну вот, как я говорил, это отчасти связано с тем, почему и там, вот здесь довольно быстрый спад идет. Ну вот понятно, что интеграла пусть все-таки доберется до ощутимых величин, когда уже много людей будет умирать. Это еще связано с тем, что когда все выживают в молодом возрасте, в детском, в младенчестве, то тем самым поломки нарастают активно в старших возрастах. То есть если там все-таки чего-то подкрутилось, то скрутят именно совсем. И в тот момент, когда происходит общее разрушение, оно там происходит быстрее. То есть люди живут-живут-живут до 85 лет и очень высокий образ. То есть сразу, то есть там смертности старших возрастах гораздо выше в Европе, чем у нас, она, соответственно, монологически выше. Но старшие возрастают имеют в виду туда, от 90. Вот туда. Те, кто у нас туда дошивают, они имеют невысокую смертность. Ну, по сравнению с европейскими. Ну, вот есть разные модели. Модели ассимиляции, в которых, будем называть, пришельцы разных сортов приезжают, живут, образуют смешанные браки с разными предпочтениями. Здесь есть такие вот варианты, что часть людей образует предпочтение вступать в браки со своей этнической группой, часть стипольной, ну и, соответственно, стипольной группой, таким же есть предпочтение. В зависимости от этих данных происходят разные сценарии. Они уже, ну, не имеют, значит, особенного практического смысла. Вот можно, они нужны только для того, чтобы рассмотреть, при каких сценариях на рождаемость пришельцев и аборигенов живущее население выживает в неких условиях. Вот, что нужно знать. Результаты сценария. Не то, как оно будет в действительности, это вот точное. А применение, и вот, что, собственно, видно. Вот для тех, значит, вариантов образования, значит, промежуточных этнических групп, вот, видно, что без учета миграции все через сто пятьдесят, сто шестьдесят лет будут близки к нулю у нас. То есть это доллар продается. Вот если ситуация идет вот таким же темпом, как вот сейчас. Потому что пирамида все равно обращенная. Здесь, пока коэффициент воспроизводства в целом был близок к двойке, когортной, то мы не чувствовали резкого уменьшения. А так, вообще-то, если бы мы исходили из текущего коэффициента воспроизводства, то, как понятно, что в два раза меньше детей, чем в предыдущие поколения, то есть вот оно будет переходить. И через каждые двадцать пять лет это количество, значит, уменьшается в двое. Ну, вот когда оно так пойдет на самом деле, то вот такая ситуация. Ну, на самом деле так не происходит, потому что как только на некоторой территории никто не живет, она заселяется. Так что на территории жить будут. И даже те, кто будут жить, будут иметь название типового населения. Так что все нормально. Я думаю, что и мы имеем, как сказать, незаконное название типового населения, заменить собой тех, кто не живет в шестовом замке. То есть вполне возможно, что так английский. Так что в этом нет никаких, значит, трагедий. Это обычный будущий. Ну, вот то, что нас ожидают через пятьдесят лет. Население берет сто миллионов и вот такое взрослое распределение. То есть еще через двадцать лет вот вся вот эта вот самолета снимется, которая будет иметь основную тяжесть, кстати, на войске. Поэтому, ну, так вообще говоря, экономическое оживление нужно ждать после 2050-го года. На этой оптимистической ныне вы все переживете до этого времени. И будет вам хорошо. Ну, может, не доходит. Попустим. Юрий Николаевич, вот человек из нашего церкви, в основном здесь слабонос. Он написал, что главная задача – это «Сбережение и распространение русского народа». Да. Так что прошло, в общем, тысячи десять лет. Вот у вас есть технологии по «Сбережение и распространение русского народа». Это может быть технологии? Нет. Исполнительная стратегия. Нет. Предложить стратегию, я вам говорю, инструмент, стратегию предложить. Это дело тоже довольно такое тонкое. Потому что, как я говорю, если стратегия не всегда не опознает, то через 20 лет это приведет к социальному катаклизму. Почему? К социальному катаклизму. Мы применили стратегию, поначалу все пошло хорошо. Через два года главный исполнитель стратегии не опознает. Так было. Не так. Смерть. Вот. И все. Значит, стратегия по чиновозе. А, значит, всем стало плохо потом, через два. Именно из-за мировомерности демографической формы. Очень плохо, когда они есть. Наша цель – выйти на стабильное население. Поэтому надо это делать спокойно, методично, регулярно и долго. Вот. Я ответил на вопрос. А как? Что? Как? Еще и так. Спокойно, методично и долго. Только что делать? Есть какой вариант? Отменить пенсию. Надо начнуть рожать детей, чтобы поддерживать себя в будущем. Нет. Надо долго поддерживать семейные пенсии. Это, кто их поддерживает, кто не семейные. Это, это мыть. Проблема в том, что, зависит от образования, что вы сами решаете, что вы все вместе с этим. Это мыть. Вот. Экстерка рождаемости – это все одна. И дети здесь, в общем-то, не включаются. То есть, они влияют на некую социальную группу. Они влияют. Они влияют. Они иноксируют. И направление влияния совершенно не очевидно. Ну, можно сказать, эти психологические выгоды, он уже не относится к семинару. То есть, к докладу не относится. Говорит, я прошу не считать его научным заявлением. Но развитие нашей технологии вообще энергии привело к увеличению спектра возможностей для развлечений. Ну, раньше человек в основном занимался выращиванием жизни. То есть, он выращивал пшеницу, картошку, скот, детей. То есть, он выращивал жизнь. Почти весь. 95 процентов. Вот. Остальные управляли этим процентом. Ну, и помогали им. Рабочие в городах и вообще в правительстве, в которых было совсем плохо. А потом, с ростом энергетики, человеку все меньше и меньше нужно было выращивать жизнь. И он от нее стал отходить. Ему стало интересно, ну, не играть в казино, но, в принципе, это все игра. Вот то, чем мы здесь занимаемся, это ведь тоже игра. Ну, так, игра ума, игра там еще чего-то, она очень далека до жизни. То есть, она на жизнь влияет, но настолько далеко не прямо. Вот. Даже когда мы делаем там, допустим, ну, не мы, а так вообще население. Всякие, значит, гайки, болты, трубы, механизмы. Вот. Они, эти люди, стараются достичь умения в делании именно этих механизмов. Это смысл их жизни. Они вот их хорошо оттачивают. Это замечательно. Но вещи это далекая от жизни. Они, значит, смастерят некие игрушки. Потом эти игрушки куда-то там уходят, и это не к заботе, куда они там пошли. Есть определенная вот вещь, связанная с тем, что у нас очень высок процент развлекаемости в нашей жизни. Вообще развлечений много. Опыт показывает, что, ну, практически, бывает, что вот, знаете, отключают этот инструмент. Так бывает. Вот. И не посмотреть телевизор. И никуда там не сходить, не тянуться на места. И приходят и сидят дома. И рождение не сходить. Вот это. Наблюдать и видеть, не важно. То есть, ты хочешь наблюдать и видеть? Вообще-то, ну, есть еще и естественные проблемы, что вот, именно из-за увеличения спектра возможностей. Нужно достичь определенного уровня. Социального, там, культурного, еще какого-то. Такие действия, они мешают. А в прежнее время, в 16 лет, тебе уже было известно, что у тебя вот коровник, у тебя вот поле. Все. Дальнейшего уровня нет. То есть, ты достиг предела. Ты, наконец, можешь делать все, что делает отец. Ровно, он там старше на 20 лет, ну что ли. Вот все то же самое, и теперь ты делаешь. И другого не будет. И можно, значит, заниматься продвением жизни. А теперь, ты после 20, значит, смотришь, что у тебя еще там есть ступени вот туда. Пока там, как и дети. Вот мы дойдем вот до этих ступеней. Туда доходишь, глядь, там еще есть ступени. И так они и есть вот туда. Вот. А это с точки зрения, на самом деле, обоих родителей. Потому что и женщина, она, в общем-то, тоже имеет карьерные определенные стремления. Но и это правильно. И дойдя до определенного состояния карьера, она, значит, имеет ребенка. Ей хорошо, а нет ребенка. Замечательно. Но это уже возраст примерно, вот, значит, в странах Европы, 28-30 лет, а то и дальше. Ну, когда-то там надо иметь второго, это уже 35 лет. Ну, как-то, в общем, на спаде рождаемости. То есть туда совсем вот они смещаются. Там есть и другие уже все-таки интересы. Вот надо вырастить одного. Вот он выращивается там до 12, до 15 лет. Ну, в общем, уже и хорошо. В общем, на одного ребенка переходишь. И это естественный процесс. Что должно измениться? Ну, может быть, приедятся развлечения. Мы уже развлекаемся всего 100 лет. А до этого, ну, был целый, значит, груз веков, когда работали не впервые на полях. Так что, на самом-то деле, я думаю, что лет еще через 100-150 развлечения надоедят. То есть будет понятно, что они есть всегда. Вот. Интернет никуда не девается. Все в порядке. Еще там какие-то новые, значит, замечательные вещи будут. Вот. И можно особенно не беспокоиться, что оно куда-то уйдет, и ты не успеешь попользоваться. И тогда ситуация вот. Люди привыкнут к этому образу жизни, и все наладится. Вот. Именно ситуация-то не критична. В любой момент можно увеличить когортную рождаемость. Даже когортную. Не надо по всей. Вот. Достаточно в какой-то когорте повысить, ну, в нужное число раз. Не так уж и много. Если иметь в виду, что всего в два раза, ну, если говорить с одного и двух, в два раза, ну, до трех. Это нормальное состояние, до трех детей. А было бы, вон, увидели же семь. То есть. Очень легко. И через сто лет здесь опять, значит, паникируются. Поэтому ситуация не настолько стратична, как может показаться. Другое дело, что к тому моменту, когда люди задумывают делать этот, значит, рост, ну, созреют, они уже будут замещены другими. Так уже с них. Это бывает. Ну. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова